пока между делом смонтировал летний водопровод для полива испытываю так воду в колодце я подключу сейчас проверим вроде бы соединения не бегут так есть все хорошо с водой даже слишком это из колодца просто подключено для испытаний длина трубы пнд 55 метров проведена она просто вдоль забора так вот конец вы только что видели давайте покажу еще раз вот вся эта история обошлась мне не очень дешево 4600 рублей вместе со всеми соединениями втулками муфтами быстросъемниками вот этими вот экранами пойду покажу как сделано в середине у меня всего 4 вывода один конечный другой который идет колодцу и два промежуточных наполнять бочки один промежуточный он к нему будет подключаться садовый поливочный шланг с одного конца из одной бочки будет погружной поливочный насос здесь для того чтобы по всему огороду не растягивать и поливать вот эти близ ближайшие грядки и деревья сделан один вывод так проверяем все хорошо следующий вывод кабель я пока еще не проложил жду электрика хочу поручить эту работу подключение к щитку автомат прокладку кабеля вывод всех необходимых резеток и патронов профессиональному человеку вот второй промежуточный узел он стал он необходим для того чтобы набирать бочку здесь бочку здесь уличный умывальник и третий это конечный вывод он исполнен вот так для того чтобы можно было прикрепить садовый шланг для подачи в систему воды из колодца он сделан таким образом чтобы от напора его не сорвало поэтому здесь сделан просто хомут и конечный уголок все вся система простая смонтировал ее часа за полтора со всеми хождениями туда-сюда с хождениями за поиском инструментов почему мы не стали подводить трубу пнд прямо к колодцу для того чтобы потом когда мы все это заровняем чтобы эта труба не мешала косить траву здесь у меня из колодца тоже на лето выведен кран которому мы раньше подцепляли этот садово-поливочный шланг и по всему огороду тянули его чтобы набрать бочки потом в бочке погружали насос поливочный и от него уже включали поливку сейчас будет проще шланг необходим только вот сюда метра три между колодцем и узлом и потом шланг будет подключаться вот в эти два промежуточных узла для набора бочек потом соответственно из бочек будет набираться насосом в систему вода и можно будет по огороду спокойно перемещаться вот такая система еще раз повторюсь обошлась она не очень дешево 4600 рублей но это вот все подключим включая хомутики все вы для быстросъемки в этом году красная смородина нам даст похоже очень много урожая как собственные одуванчики одуванчиков вообще просто какое-то море будем сейчас косить надо срочно это косить в прошлом году посадили вишни на удивление вишни дали уже цветы вылочные вишни тоже собирается в этом году подсвести что из этого выйдет посмотрим на высоту и у нас всего метр может быть с небольшим и в прошлом году мы посадили новые два деревца они тоже собираются дать какие-то цветы и и наша груша которая уже три года первый раз в этом году показала что она умеет цвести как выясняется нам очень интересно что из этого выйдет а вишню внутри года запустил агрегат сейчас еще раз пройдемся перед посадкой картофеля сделаем культивации участочка и начнем посадку сегодня 21 22 градуса вполне себе можно подготовили конструкцию для установки бака бак на 120 литров на дне бака есть желоба конструкции я так понимаю для усиления прочности и они отлично подходят для того чтобы сделать крестовину на которую бак встает и уже под действием собственного веса когда будет наполнен будет спокойно держаться бак оборудован тэном где-то вот здесь будет уличная розетка в которую будет включаться этот тэн тогда когда вода еще не успела прогреться конечно ну и снизу есть гайка под кран крана будет сделана гибкая подводка тоже будет заводиться внутрь для душевой кабины вся конструкция на зиму бак буду снимать и убирать все день закончен сделаем сегодня первый раз за сезон мясо на мангаре у нас как обычно как ветер под вечер стихает так весь вечер без ветра зато целый день дует надо сказать что день нам сегодня дал отлично поработать сделано много дел начинается огородная пора мы сегодня посадили картофель вот это вот все маленькая этот квадратик от всего картофельное поле и не больше всего хранить его негде вот жду когда будут готовы угли пойду за мясом сегодня у нас будет баранина солнце садится через несколько минуток буквально солнце спрячется за дальним лесом мангал подходит наконец-то к этапу когда можно поставить мясо вечер сегодня отличный а у нас первый урожай весенний ну вот такая редиска у нас из теплицы и самая свежая зелень тоже из теплицы что у нас тут ли какая зелень рукава шпинат укроп прекрасно к мясу самое то цветочки у нас наверное все а нет здесь у нас черешня еще не спит ну или вишня нет черешня какая вишня мясо в процессе сегодня у нас баранина на косточке кстати соловьи появились я вам говорил что скоро будут если прислушаться то вот он как раз отойду от костра чтобы лучше было слышно надеюсь слышно процесс продолжается не очень все это быстро пока еще светло солнце уже села давно небо все еще светло но набегают какие-то тучки посмотрим какой будет завтрашний день ну что все готово такая вот получилась лепота все в дом в дом и это вот и Продолжение следует...